В эфире Наульского телевидения итоговый информационный выпуск новостей. В студии Альфред Баляхметов. Здравствуйте. Профориентационный урок для десятиклассников прошел не в стенах родной четвертой школы, а на рабочих местах сельскохозяйственных предприятий района. Первый этап экскурсии – тепличный комбинат Янаульский. Первое, что узнали десятиклассники после того, как облачились в халаты, характеристики оборудования и теплиц комбината. Сейчас здесь выращиваются томаты. Главный агроном предприятия Инна Петрова рассказала ребятам о способах выращивания овощей, технике полива, об особенностях защиты растений и о том, как ведется уход за растениями с момента их посадки. На прошлой неделе мы организовали открытый классный час с приглашением Шатакзановича Вазигатова. И в процессе подготовки к этому мероприятию встретили с Алимгофаровым, замглавой по сельскому хозяйству. И вот он высказал такую идею, чтобы детям организовать эту экскурсию. Конечно, эта идея нам понравилась и ребятам тоже понравилась, потому что то, что он рассказывал о сельхозных предприятиях нашего района, о комбайнах, оснащенных современным оборудованием, так скажем, о теплице, которое очень процветает, мы решили сами приехать и посмотреть все это воочию. Впечатления у школьников разные. В зависимости от собственных планов на будущее обучение, кто-то уделял все свое внимание беседе, а кто-то планирует связать свою будущую профессию с другими сферами деятельности. Я здесь оказалась в первый раз, мы приехали сюда с классом, нам рассказали, что здесь происходит, что тут делают. Это довольно интересно. У меня появились мысли насчет поступления, насчет всего, насчет развития нашего района. Вызвало очень большие впечатления. Мы с моим классом, 10 класс, школа номер 4, приехали и узнали много хорошего об этом месте. О поступлении, да, задумываюсь, только в Уфу, в медицинский. Ну, заниматься такими местами, конечно, я не буду, в новейшем возиться там в огороде я не слишком люблю. В ходе встречи школьники узнали для себя много новой и полезной информации. После посещения теплиц их ждала уже поездка на животноводческую ферму села Старокудашево. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей, Янаульского телевидения. Ставший уже традиционным, День призывника прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 23 октября. Праздник был организован для тех, кто совсем скоро пополнит ряды российской армии. Утро этого дня будущие защитники Отечества начали со спортивных соревнований. Ребята состязались в подтягивании и гиревом спорте, стрельбе и с пневматической винтовке. Успехи у всех разные, но каждый старался показать лучший результат. Многие из будущих солдат ведут активный образ жизни и трудностей в ходе соревнований не ощутили. Однако признается, что испытывают чувство волнения перед предстоящей службой в армии. После учебы я ухожу в армию, как бы не по своему желанию. Я бы, конечно, хотел уже работать начать. Были уже места, где варианты. А так долг родине отдам целый год. Не определился, конечно, с войсками, но вроде уже определили. Осталось только узнать, куда. Надеюсь, хорошее место. Есть много опасений, скорее всего. Как-то уже смирился, наверное, до этого. Как-то волновался, то, что вот в армию заберут целый год. Уже где-то после защиты диплома, до медкомиссии, до призыва, как-то уже было смирение, успокоился. Ну, я еще не доучился, а эти компенсионный конч. Вот 1 сентября закон вышел, отказ от отсрочки добровольной. Решил пойти в армию. Желаю остаться по контракту. Служба в армии, я считаю, это закаливание. 19 парней пришли специально для этого мероприятия. 17 человек мы уже отправили в армию 21 октября. Двое из них вернулись, но они будут отправлены позже. У одного из них оказалась армия, а у второго недостаточно веса. Всего 62 человека мы должны поставить для третьей вооруженной силы. Традиционно после практической части молодые люди проверили свою теоретическую подготовку, отвечая на разнообразные вопросы из истории нашей страны. После чего наступил самый приятный для ребят момент – торжественная часть праздника. Здесь для них были подготовлены разнообразные концертные номера. С напутственными словами и пожеланиями к призывникам обратился глава администрации района Ильшат Ведегатов. Каждую призывную кампанию весна-осень на территории нашего района проводятся дни призывника. И вот сегодня очередной день призывника проводится здесь. Это возможность дать наставление, пожелать вам удачи, возможность пожелания излужб наших ветеранов, людей, прошедших военную службу, будут озвучены. Во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы годны для службы вреда в пораженную силу. Это тоже немаловажный фактор в свете сегодняшних событий, дня. Не каждый гражданин может этим гордиться, отличным состоянием своего здоровья. Это тоже показатель, над которым ваши родители и вы уже поработали. Уходя в армию или идя в армию служить, вы должны знать, что вас ждут дома ваши родители. Вас ждут малая родина, вас ждут ваши любимые, для того, чтобы вы вернулись целыми неинвредимыми. О предстоящей службе и особенностях этой осенней призывной кампании рассказал военный комиссар города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харисов. Вы все станете ряды вооруженных сил Российской Федерации. Будете на передовых рубежах защитников Отечества. Кто-то уже завтра убывает, кто-то у нас 14 ноября. И так до 22 декабря все уже должны быть на местах службы вооруженных сил. Вы будете служить в различных войсках. Воздушно-десантных, сухопутных, войск-стратегистских, ракетных войск-стратегистских назначений. Война в Москве в флоте. Я хочу пожелать, где бы вы не служили, где бы вы не были на пространствах России и за рубежом, чтобы вы закаляли свой характер, чтобы вы прошли школу мужества, и чтобы, вернувшись, могли сказать, что год этот прожил не зря, чтобы этот не был в вашей судьбе потерянным временем, а только приобретением. Множество теплых слов, советов и пожеланий услышали молодые люди в свой адрес. Показавшие лучший результат в прошедших соревнованиях были награждены дипломами и памятными призами. А завершилась торжественная часть музыкальными номерами. Гульнара Ситти, Каванил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Первое место заняла ученица 4-го класса школой номер 1 Амина Ямаева в международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ под названием «Старт в науке». Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. В своем рюкзаке Амина носит только необходимые вещи. Она знает, тяжелая ноша может повредить ее осанки. Именно этой теме она и посвятила свою работу под названием «Влияние школьного ранца на осанку младшего школьника». Я ездила в Сочи с исследовательской работой. И там было... Я чуть-чуть волновалась, но все пошло хорошо. Нужно, чтобы в ранце были все необходимые вещи, которые нужны в этот день. И нужно ежедневно вытаскивать оттуда все ненужные предметы, проверять все эти вещи, проверять школьные ранцы, потому что в один день школьный ранец может быть тяжелый, а в другой – легкий. Нужно, чтобы школьные ранцы не были тяжелыми, должны они 300 грамм весить. У школьного ранца должны быть два кармана сбоку, должно быть жесткое дно, ортопедическая спинка, должна быть лямочка, чтобы повесить ручку, чтобы можно было держать светоотражающие элементы. На конференции приняло участие более 400 школьников из разных республик и городов. Работа Амина отмечена дипломом победителя конкурса первой степени и опубликована в школьном научном журнале «Старт в науке» за счет гранта Российской академии естествознания. Классный руководитель Лариса Бадамшина, которая помогла ей в подготовке, награждена медалью и дипломом за успехи в образовании юношества. Она уверена, что каждый ребенок по-своему талантлив, главное вовремя помочь ему их раскрыть. Тему для исследовательской работы Амини подсказала она. Поводом для экспериментальной работы, научно-исследовательской работы, послужило то, что однажды в классе дети же бегают, у них в портфеле валяются. Я подняла один портфель одного ученика, и он оказался настолько тяжелым. И я подумала, почему же такие тяжелые портфели-то дети носят. Оказалось, что в портфеле чего только нет. Есть учебники, которые даже в этот день нету этих предметов. Лишние книжки, лишние предметы. В общем, чего только там нет. Я сначала думала, какую тему выбрать, и вот моя мысль именно вот это натолкнула меня, и работа оказалась хорошей здесь, в Инауле. Мы тоже заняли первое место. Амина надеется, что ее работа окажется полезной, и школьный ранец больше не будет угрозой для здоровья. Победа в конкурсе окрылила ее. Она поняла, что нет ничего невозможного. Теперь она думает над темой следующего исследования. Игровая программа «День настольных игр» прошла в Центральной районной библиотеке 23 октября. Участники проекта «Включите свет», а именно люди с ограниченными возможностями здоровья, в этот день смогли постревноваться друг с другом в различных играх и узнать много интересного и полезного. О том, что такое Тифло-флэш-плеер и как выглядит настольный теннис «Шоу-даун» расскажет наш корреспондент Гульнара Сиддикова. Началом мероприятия стало общее собрание участников проекта тренеров по настольным видам игры и волонтеров. Перед зрителями выступила организатор проекта, председатель Совета женщин Янаульского района Ильсияра Проскурякова. Она рассказала о первых итогах и достигнутых результатах за это время. Своими успехами поделились и самые активные участники. Важность подобных встреч отметила председатель городского и районного общества инвалидов Индира Альмгофарова. После проведения официальной части участники разошлись по игровым площадкам. Каждый мог найти себе занятие по душе. И если одни осваивали принципы игры домино и кубика рубика, то на другой площадке активно шли состязания по шашкам. 31 октября завершается первый этап реализации проекта на гранд-президента РФ «Включите свет». На выделенные средства мы закупили в июле месяце настольный теннис «Шаудаун» в сумме 60 тысяч рублей. Потом настольные игры «Шашки», «Домино», «Кубик-рубик» и «Крестики-нолики». Потом мы приобрели компьютерную программу именно для слабовидящих и для незрящих, чтобы они научились именно работать в интернете. Тоже недешевая программа, 39 тысяч рублей стоит эта программа. И занятия начались где-то 20 июля. И проходят они, вот понедельник проходит настольный теннис «Шаудаун», вечером занимаются, приходят. Во вторник настольные игры, шахмат, домино и остальные настольные игры. Мне вот хотелось бы сказать, да, когда писали проект, мы не думали, что очень сложно будет работать, реализовывать этот проект. Во-первых, люди действительно ограниченные возможности здоровья, да, слабовидящие, незрящие. Многие часто болеют. И привлекать их очень сложно. Но есть, конечно, у нас постоянные уже участники проекта. Я вот приглашаю людей, чтобы они приходили в библиотеку. Это именно библиотека то место, где не обязательно играть в настольные игры, допустим, да, или послушать книги. Нужно ведь еще для них, для этой категории людей общение главное. Они могут тут найти своих единомышленников, потом уже общаться друг с другом. Ну, я являюсь инвалидом по зрению. Слава Богу, еще не слепой. Поэтому мне здесь, конечно, очень интересно. Здесь, мне кажется, этот проект очень такой своевременный, нужный для тех людей, которые страдают от плохого зрения, отсутствия зрения. Ну, меня здесь второй раз пригласили. Сейчас вот остаюсь играть в шашки. Остальные, в общем, на остальные какие-то времени хватает. Я пока занимаюсь другими делами. Поэтому, ну, я жду туда, буду приходить. Первое, когда я летом пришел туда, народа было очень мало, а сегодня уже полный циал. Дух состязания царил и на площадке настольного тенниса «Шоудаун». Любой желающий мог под руководством тренера попробовать свои силы в этой игре. С момента его покупки уже появились его постоянные любители. Я очень доволен. Я очень давно ждал этот стол теннисный. Я прям счастлив. У нас теперь есть возможность тренироваться. Давно хотим поехать на соревнования по теннису. Они у нас проходят каждый год. Тоже вот в Кумертау проходили в этом году. Но так как не было стола и у меня не было навыков игры, я не поехал. Сейчас приходим, тренируемся. И я надеюсь, что у меня будет все хорошо, все получится. Я буду участвовать в соревнованиях. Мы обучались шашкам. Много интересного узнали. Интересные ходы, особенно полорубая шашка. Научились играть. Можем и потягаться. По Брайлю мы изучали буквы. Естественно, это точный шрифт. Можем сейчас подписывать цвета. Я занимаюсь бисероплетением. И я описываю бисер. Какого цвета. Очень удобно. В клубе «Луч надежды» волонтеры проводили обучение по компьютерной программе для незрячих. Обучение по шрифту Брайля. Желающие смогли прослушать аудиокниги по Тифло-флэш-плееру. Это оборудование пользуется спросом среди незрячих жителей нашего района. Программа дня была насыщенной. Любая из таких игр дарит интересное времяпрепровождение. Азарт, яркие эмоции и самое главное – живое общение. Как надеются организаторы проекта, интерес к настольным играм у участников сохранится. И они чаще будут проводить здесь свой досуг. Бульнара Сиддикова. Яска Бибуллин. Служба новостей. Янаульского телевидения. Для многих людей, помимо профессиональной сферы деятельности, очень важно раскрыть свой творческий потенциал. Если для маленьких янаульцев в нашем районе созданы все условия обучения в различных секциях и кружках, то для взрослых обучиться изобразительному искусству было сложнее. Год назад в нашем районе был открыт творческий клуб «Феникс». Изначально занятия шли в Краеведческом музее. Сейчас, пока тот на ремонте, они проходят в доме преподавателя и организатора клуба, члена Союза художников России Рамиле Фазлеевой. Стабильно занимаются пять человек у нас. И мы за этот год много что сделали. Не только рисуем. Выезжали на пленеры, выезжали на выставки, знакомились с художником из Нефтекамска, с Усмановым. Потом, ну и к нам гости приезжали художники, проводили мастер-классы. Ну, год прошел достаточно успешно, плодотворно, я считаю. И как бы появились результаты не только в плане изобразительном, но и цели, которые я ставила перед собой, они, в принципе, наверное, постепенно реализуются. То есть, если вначале все-таки, ну, имеется в виду, в основном все, кто ходят, они начинали учиться рисовать именно здесь. Ну, как бы, на занятиях. И основная цель была, чтобы раскрепостились, чтобы они забыли, что не умеют рисовать, чтобы они верили в себя. Ну, и для того, чтобы раскрывали свой творческий потенциал, свою индивидуальность. Вот постепенно, шаг за шагом мы к этим результатам приходим. Наверное, основные задачи остаются в любом случае. То есть, развитие, любовь к искусству и ознакомление с художниками также продолжим. Вот, потом, ну, выезжать на пленеры тоже летом будем. Сейчас, в данном плане, мы уже более усиленно будем заниматься, ну, как бы, учебной программой, что ли, более плотно усваивать азы, законы, построение. Основные планы в ближайшее время – это уже начинать выставляться, где будет возможность. Работы очень интересные, их достаточно уже много. И есть, что выставить, показать, как бы. И для того, чтобы у самих появился опыт выставляться, потому что это тоже большая школа, этому тоже надо научиться. Вот, с чем мы столкнулись, это, оказывается, большая проблема в Инауле. Ну, ну, организовать какую-то выставку. Проблема, потому что музей на ремонте, а других помещений таких, обустроенных, как бы, да, для выставок у нас нет. Ну, в ближайшее время пытаемся, как бы, ищем возможность выставиться, договариваемся уже, ну, с организациями. Поэтому я надеюсь, что выставка все-таки у нас откроется. Ну, я думаю, для зрителя это очень важно в том плане, что зритель может понять, что в любом возрасте можно начинать рисовать. Не обязательно в детском возрасте, но и в пожилом возрасте. И можно добиться достаточно хороших результатов. Главное, чтобы было желание, ну, и, наверное, как бы, стремление к чему-то, чтобы, ну, что это труд. Рисовать это непросто, как бы, это нужно трудиться, систематически трудиться. И нужно, ну, все время поддерживать свой интерес и общаться с себе подобными. И в одно время, вот, как раз в прошлом году, наверное, по-моему, в июле месяце, я ей предложила, говорю, Ромеля Накиповна, я как-то смотрела до этого, по-моему, по телевизору показывали то, что вот есть творческие такие студии, ходят взрослые люди, занимаются. И я ей предложила, не хотите ли вы тоже заниматься со взрослыми людьми. Но она сказала, что мне предложений много, и говорит, я подумаю. Но я не думаю, что так вот быстро у нас все это осуществится. И вот в августе уже я узнала, в конце августа, что Ромеля Накиповна открыла группу «Феникс». Я с удовольствием, конечно, в нее пошла. И вот мы уже год, год прошел, как мы занимаемся. Я с наслаждением каждую неделю жду, когда наступит воскресенье, чтобы нам все вместе встретиться, порисовать, обсудить. Ну, в общем, я очень счастлива, что у меня получилось жить в этой группе, работать, отдыхать. Здесь отдыхаю душой, я просто здесь как бы порхаю, наслаждаюсь жизнью. Урок мужества для гурсантов военно-патриотического клуба «Батыр» прошел 24 октября. Этот клуб существует не первый год, и в его рядах юноши разного возраста от 8 до 17 лет. Молодые люди занимаются физической подготовкой, учатся оказывать первую помощь, проводят встречи с ветеранами. Этот урок мужества был посвящен теме «Виды вооруженных сил Российской Федерации». Специально для этого на встречу был приглашен помощник начальника отделения планирования военного комиссариата города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Рустам Галимов. Эти занятия проводятся с целью повышения военно-патриотического воспитания молодежи, детей, которые учатся в школах, и для того, чтобы в дальнейшем эти дети выросли хорошими, достойными людьми. День самоуправления прошел в лицее на этой неделе. Ученики имели возможность познать себя в роли учителя и оценить их труд. Кроме этого, в школе было организовано много развлечений. О том, как посвоевольничали лицеисты, в нашем следующем сюжете. С самого утра ребят у входа встречала строгая административная команда. Вторая обувь, бахилы, почему опоздали? Ничего не осталось без внимания. Прозвенел звонок, и в классах воцарилась особая атмосфера. Урок математики, например, проходил в виде викторины. Класс разбили на три команды. Та, что набрала наибольшее количество баллов, награждалась призами. Два учителя-дублера и двое помощников – педагогический состав на урок. В этот день профессия учителя открылась им с другой стороны. Это оказалось интересно и познавательно. Сегодня мы не ученики 11 класса, а уже учителя. Это очень интересно, на самом деле, быть на месте преподавателя, ощущать эти эмоции перед тем, как заходишь на урок, готовишься к нему, видишь радостные лица или не радостные. Мы готовились к этому уроку усердно, конечно же. Мы просматривали все материалы, которые они прошли, и составляли из этого всю нашу будущую работу. Уроки были сокращены до 35 минут, а перемены шли по 15-20. В актовом зале для ребят были организованы игры и конкурсы. Самое популярное – танцевальные стульчики. Победители получали сладкие призы. В коридоре на переменах лицеисты могли поиграть в PlayStation, расположившись на мягком диванчике. А в одном из уголков школы девочки делали аквагрим всем желающим. В учительской педагоге занимались своими текущими делами. Кто-то проверял тетради, кто-то заполнял электронные дневники, а кто-то смотрел спортивные матчи. Сами учителя тоже присутствовали на уроках и помогали поддерживать дисциплину, а также контролировали учебный процесс. Старшеклассники с честью выполнили свою миссию, стараясь сохранить порядок на уроках и на переменах, признается заместитель директора по воспитательной работе Зульфия Галяова. Акция, прежде всего, имеет профориентационную направленность. Направлен на популяризацию профессии учителя. И ученики очень тщательно и, главное, ответственно подошли в реализацию сегодняшнего дня. Уже с утра встречали, как подобает учителям, у двери учеников. На перемене с младшими классами играют аниматоры, проводят игры. Для средних продуманы фейс-арт, спортивные состязания, плейстейшн, викторины. И, конечно же, в честь Дня народного единства, который пройдет 4 ноября, старшеклассники организовали тематически классные часы, просмотр фильма «Сестры» по мотивам произведения Устая Карима. Возможно, именно в этот день кому-то и правда захочется стать учителем. А кто-то поймет, что это не его призвание. Ведь работа учителя – совсем нелегкий труд, требующий огромного терпения, повседневного самопожертвования и трудолюбия. День открытых дверей для родителей-воспитанников детского сада «Дюймовочка» прошел 24 октября. О том, чем занимаются ребята и как построен их график дня, родители могли убедиться наглядно. Как обычно, у травоспитанников сада начинаются зарядки. Однако в этот раз занятие проходило несколько нетипично. Вместе со своими малышами упражнения за инструктором повторяли и родители. Посмотреть, как именно ведет себя любимая чада, что делает и узнает в детском саду, мог каждый желающий родитель. Так интересно посмотреть, как занимается мой ребенок и вообще, как чужие дети занимаются. Как у нас воспитатели тоже относятся к нашим детям. И вообще, как вот это все, детство день, каждый день как проходит у нас. Дети как. Очень даже интересно. После обеда еще раз постараюсь прийти, посмотреть. Очень рады. И почаще бы таких день открытых дверей. Интересно радость уже за детей, то, что они все равно самостоятельны уже, без нашего присутствия. Все это могут делать. Не то, что, а то постоянно дома делай, давай, давай. А здесь уже как бы чужой человек говорит, и они уже делают. Вот это уж все равно. То, что они уже самостоятельные становятся, это очень радует. После зарядки малыши восполняли свои силы сытным завтраком. Практически каждый был увлечен процессом. Ведь впереди их ждали уже тематические занятия, где каждый день они постигают что-то новое и оттачивают полученные знания. Так в младшей группе шла пластилинография. Вместе с детьми стать юными волшебниками, создающими новый узор могли и их родные. Проведение дня открытых дверей в ДУ предоставляет возможность взрослым прожить день в детском саду. В течение всего дня родители могут посетить разные виды совместной деятельности педагога с детьми, познакомиться с организацией и содержанием воспитательно-образовательной работы, и предметно-развивающей средой учреждения художественно-творческой деятельности воспитанников. Также родителей мы сегодня приглашаем на семинар-практику и мастер-класс. День открытых дверей мы проводим в стенах нашего детского сада впервые. И очень надеемся, что мы продолжим эту традицию и что родители будут активно участвовать. Тем временем их старшие товарищи в средней группе проводили экспериментальные опыты. Процесс изменения свойств воды захватил мальчиков и девочек. Как надеются организаторы, благодаря подобным встречам станет еще более продуктивным как процесс взаимодействия детского сада и родителей, так и само их общение с детьми. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы новости уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой.